Девушки отдыхают С вас 345 гривен и 55 копеек, сказала кассир Дед достал в видавший виды кошелек и выложил купюры Кассира дала ему чек И что, сынок, вот так сидишь си днем целый день? Ты бы работу нашел лучше! Ты что, издеваешься? Это и есть работа! Ладно, дед, иди, сказал охранник через секунду и вновь уставился в монитор Ну тогда слушай Двери заблокируй, жалюзи на окна опусти Непо! Охранник повернулся и прямо на уровне глаз увидел Ствол пистолета Да ты чего? Да я сейчас! Ты, сынок, шибко не репенься Я с этой пукалки раньше сорока метров в пятикопеечную монету попадал Конечно, сейчас годы не те Но да и расстояние между нами Пади не сорок метров Уж я всажу тебе прямо между глаз И не промажу Сынок, тебе часом по два раза повторять не нужно Али плохо слышишь Двери блокируй, жалюзи опусти Дед, ты это серьезно? Нет, конечно нет Понимаешь, у меня патрон в стволе С предохранителя снят А руки у стариков, сам знаешь Наполовину своей жизнью живут Того и гляди Я тебе ненароко могу и поменять Давление в черепной коробке Охранник опустил руку И нажал две кнопки на пульте Дед, не отворачиваясь от него, сказал Внимание! Я не причиню никому вреда Но это ограбление! В холле банка нависла абсолютная тишина И я хочу, чтобы все подняли руки вверх В холле банка находилось человек десять клиентов Две мамаши с детьми Два парня с девушкой Пара мужчин и миловидная старушка Кассир опустила руку И нажала тревожную кнопку Жми, жми, дочка Пусть собираются Лень, ты чего это удумал? Сбриндил окончательно на старости лет, что ли? Миловидная старушка явно была знакома с грабителем А ну цыц! Серьезно сказал дед И потряс рукой с пистолетом Отец, ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Спросил мужчина в черной рубашке А теперь послушайте меня Я никому и ничего плохого не сделаю Скоро все закончится Сядьте на стулья и просто сидите Деда Вас же милиционеры убьют Они всегда бандитов убивают Сказал один из малышей Меня Убить нельзя Потому что Меня уже давненько убили Тихо ответил дед Как это убить нельзя? Вы как Кощей бессмертный? А то Я, быть может, и похлеще твоего Кощея Лень Вот ты что? Хочешь остаток жизни провести в тюрьме? Я, Люда После того, что сделаю Готов и помереть с улыбкой Ответил дед Раздался звонок телефона На столе в кассе Кассир вопросительно посмотрела на деда Эх, они быстро собираются Дед посмотрел на часы И снял трубку Добрый день И тебе не хворать Ответил дед Звание Что звание? Какое у тебя звание? В каком чине ты? Что тут непонятного? Майор Послышалось на том конце провода Так и пореши Ответил дед Как я могу к вам обращаться? Строго по уставу И по званию Полковник я Так что так И обращайся Товарищ Полковник Повисла неловкая пауза Товарищ полковник Разрешите обратиться? Разрешаю Я бы хотел узнать ваши требования А так же сколько у вас заложников Майор Заложников у меня пруд пруди и мало-мала Так что ты ошибок не делай Скажу сразу Там где ты учился Я преподавал Теперь требования Майор Перед входом в банк Стоит мусорник Пошли туда кого-нибудь Там конверт найдете В нем все мои требования Сказал дед И повесил трубку Через некоторое время Майор вновь набрал телефон банка Товарищ полковник Разрешите обратиться? Разрешаю Мы нашли ваш конверт с требованиями Это шутка? Никаких шуток там нет Все что написано Все на полном серьезе Главное Сделай все в точности Как я написал Лично проследи Чтобы все было выполнено до мелочей Я Леньку Поди уже лет 30 знаю Миловидная старушка Шептала кассиру Да и с женой его мы дружили Она лет 5 назад умерла Он один остался Он всю войну прошел До самого Берлина А после Так военным и остался Разведчик он В КГБ До самой пенсии служил Ему жена на 9 мая Все время праздник устраивала В тот день она столик в кафе заказала Посидели Все вспомнили А когда вернулись Ограбили их квартиру Взяли святое Все Ленькины награды Он в милицию А там рукой махнули Мол, дед, иди отсюда Тебя еще с твоими орденами не хватало Так это дело и замяли Зазвонил телефон Товарищ полковник Разрешите обратиться Разрешаю Говори, майор Все сделали в точности Как вы и просили В прозрачном пакете На крыльце банка лежит Майор Не знаю почему Но я тебе верю И доверяю Дай мне слово офицера Просто Дай мне слово Что Дашь мне пройти Сто метров И меня никто не тронет Просто Дай мне Слово Даю слово Ровно сто метров Тебя никто не тронет Удачи тебе, отец Майор повесил трубку Мил человек Там на крыльце пакет лежит Занеси его сюда Мне выходить Сам понимаешь Дед положил пакет на стол Склонил голову И очень аккуратно Его разорвал На столе лежала Парадная форма Полковника Вся грудь была В орденах и медалях Но здравствуйте Мои родные Дед бережно гладил награды А по его щекам Катились слезы Как же долго Я вас искал Через пять минут В холл банка Вышел пожилой мужчина В парадной форме Полковника В белоснежной рубашке Вся грудь от воротника И до самого низа Была в орденах И медалях Деда Смотри Чтобы тебя не убили Сказал малыш Дед как-то осунулся Посмотрел на него И тихо сказал Меня Убить нельзя Потому что Меня уже давненько убили Меня убили Когда меня предали Когда забрали мою веру Когда забрали мою историю Когда переписали ее На свой лад Когда забрали у меня тот день Ради которого я год жил Чтобы дожить до него Ведь ветеран Он же одним днем живет Одной мыслью Днем победы Так вот когда у меня этот день забрали Вот тогда меня И убили Меня убили Когда не захотели искать мои награды А что есть у ветерана Его награды Ведь каждая Это история Которую нужно хранить в сердце И оберегать Но теперь они со мной И я с ними Не расстанусь До последнего Они будут со мной Спасибо вам Что поняли меня Дед развернулся И направился к двери Не доходя Пару метров до нее Старик как-то странно Пошатнулся И схватился рукой за грудь Мужчина в черной рубашке В секунду оказался возле него И подхватил старика под локоть Что-то Сердце шалит Волнуюсь сильно Держись отец Это важно Для тебя важно И для нас всех это Очень важно Дед глубоко вздохнул И направился к двери Постой отец Я с тобой пойду Нет Это не твои сто метров Мои отец Еще как мои Я Афганец Дверь ведущая в банк Открылась И на пороге Показались Старик В парадной форме Полковника Которого под руку Вел мужчина В черной рубашке И как только Они ступили на тротуар Из динамиков Заиграла песня День победы В исполнении Льва Лещенко Полковник Гордо смотрел Вперед По его щекам Катились слезы А губы Тихо Считали Один Два Три Четыре Пять Никогда Еще в жизни У полковника Не было Таких важных И дорогих Его сердцу Метров Они шли Два воина Два человека Которые знают Цену победе Знают Цену наградам Два поколения Сорок два Сорок три Сорок четыре Сорок пять Дед Все тяжелее И тяжелее Опирался На руку Афганца Держись Отец Ты воин Ты должен Шестьдесят семь Шестьдесят восемь Шестьдесят девять Шаги становились Все медленнее Медленнее Мужчина В черной рубашке Уже обхватил Старика За туловище Рукой Дед улыбался И шептал Девяносто шесть Девяносто семь Девяносто восемь Он с трудом Сделал последний шаг Улыбнулся И тихо сказал Сто Метров Я Смог На асфальте Лежал старик В парадной форме Полковника Его глаза Неподвижно Смотрели Весеннее небо А рядом На коленях Плакал Афганец В Иркутске В Иркутске И Иркутской области Из участников Ветеранов Великой Отечественной войны Осталось 1418 человек В Иркутске В Иркутске В Иркутске В Иркутске В Иркутске В Иркутске